Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжаем, и тема урока — это художественная культура России 18-го столетия. Мы с вами разбирали достаточно подробно древнерусский средневековый период, и теперь будем говорить о совершенно особой эпохе в истории русской культуры. Это период, когда Россия вступает в эпоху нового времени. Русская культура 18-го столетия, таким образом, имеет ряд важных особенностей. Все они так или иначе вытекают из этого аспекта. То есть это изменение бытовой культуры, это изменение в структуре искусства, в частности, появление светского искусства в таком более распространенном варианте, это изменение художественной манеры мастеров, это появление новых жанров и их активное распространение, это более активное участие иностранных мастеров в формировании отечественной культурной традиции, Это пенсионерские поездки, то есть поездки русских художников за границу, которые позволяли им познакомиться с европейской практикой и в дальнейшем принести это уже на русскую почву. Отметим, что следующей важной особенностью, которая характерна для русской культуры XVIII столетия, является тот факт, что многое с этого времени зависело от личных вкусов главы государства, то есть от личных вкусов царя или императора. Эта тенденция была характерна и для средневековой культуры, однако именно в XVIII веке это приобретает очень яркую рельефную форму, и благодаря этому существует даже в литературе такая периодизация, когда мы рассматриваем культуру XVIII столетия как последовательную смену. Сначала Петровского барокко, далее Аннинского барокко, далее Елизаветинского рококо, и завершается XVIII столетие его культуры периодом Екатерининского классицизма. Этот важный момент тоже необходимо всегда помнить. Следующая особенность, которую обязательно нужно назвать, когда мы говорим о художественной традиции XVIII столетия, это очень тесные взаимосвязи и отличия по регионам в рамках развития художественного творчества. О чем идет речь? Конечно, фигура Петра, императора, который открывает XVIII столетие, обладала необычайной мощью. И волей императора появляется новая столица в момент основания города Санкт-Петербург, крепости Санкт-Петербург. Петр I еще не был императором, это произошло чуть позже, и тем не менее с этого момента магистральная линия развития художественной культуры на какое-то время будет связана именно с этим городом. Взаимодействие с другими регионами России, с провинцией, со старой столицей, с Москвой, они, конечно, тоже представляют особый интерес, потому что определенное запаздывание и не такое быстрое распространение новаторских идей и достижений, которые декларировались Петром и его преемниками. Теперь мы с вами перейдем к разбору конкретных произведений, начнем традиционно с архитектуры. Перед вами памятник, который находится в Петербурге, это Петропавловская крепость. Строительство продолжалось на протяжении 1703-1740 годов. Перед вами общий вид. Это историческое ядро Петербурга, старейшее архитектурное сооружение города и выдающийся памятник военно-инженерного искусства. Отметим, что дата закладки крепости 27 мая 1703 года считается датой основания города. Мы с вами видим композиционную доминанту, которая располагается в Петропавловской крепости. Это собор святых Петра и Павла. В создании этого сооружения принимал участие выдающийся зодчий Трезине. Кроме того, велика была роль и самого Петра I, который принимал активное участие, очень деятельное участие в формировании облика города. В период развития архитектуры Петровского барокко мы с вами встречаемся с интересным моментом. Это формирование общей идеи, общего плана застройки Петербурга на определенный временной период. Дело в том, что существовало несколько проектов. Проект Леблона, проект Трезине. И долгое время, вплоть до, наверное, середины 20-го столетия, те идеи и те предложения, которые были намечены в XVIII веке, они продолжали свое существование. И город во многом развивался по тем магистралям, которые были заложены еще в то время. Отметим, что кроме общей градостроительной задачи в рамках Петровского барокко решались и более частные. Например, строительство общественных сооружений. К числу таких памятников, которые сохранились до настоящего времени в Петербурге, относятся к зданию 12 коллегий, которые представлены перед вами. Автором этого сооружения выступил Трезине, Зимцов и ряд других зодчих. Еще один интересный памятник, который тоже относится к Петровскому барокко, это Кикины палаты, сооружение, которое является одним из старейших памятников гражданской архитектуры XVIII века в Петербурге. Название свое они получили по имени их первого владельца, и обращает на себя внимание ориентация на традиции европейской архитектуры этого времени, которая прослеживается и в компоновке форм, и в каких-то декоративных элементах, и даже в окраске фасада. Также в период Петровского барокко были заложены и первые резиденции загородные, которые в дальнейшем составили славу пригородов Петербурга. До сих пор они являются одним из самых интересных объектов для туристов. Первый ансамбль такого рода появляется в Петергофе, его изображение перед вами. Строительство продолжалось длительный период, начало относится к 1714 году. После правления Петра I появляются определенные сложности в политической структуре российского общества. Это период, который был достаточно драматичный. Для культуры важно, что в 1930-е и 1940-е годы принято говорить о памятниках Аннинского барокко, время, когда на престоле находилась Анна Иоанновна. Отметим, что зодчи этого периода наследовали традициям предыдущего этапа, однако привносили что-то свое. Перед вами несколько произведений, которые относятся к 1930-40 годам. В данном случае это церковь Святого Семена и Анны в Петербурге и Пантелейминовская церковь, которая тоже располагается в Петербурге. Отметим, что изменения в художественной манере были связаны с тем, что мастера в рамках культовой архитектуры стремились сочетать новаторские идеи и традиции древнерусской архитектуры. В середине XVIII столетия архитектура приобретает новые качества, иные черты. А мы можем говорить о более пышном, более декоративном убранстве. Примером таких сооружений является Большой дворец в Царском селе, памятник 50-х годов, авторство Растрелли, и здание Зимнего дворца в Петербурге, тоже памятник середины XVIII столетия. Зимний дворец – это один из самых барочных памятников России, который был построен Растрелли в царствовании Елизаветы Петровны. Это композиционный центр Старого Петербурга, и в художественном и градостроительном отношении он принадлежит к числу высших достижений зодчества XVIII века и стиля барокко. Новые тенденции прослеживаются и в культовой архитектуре. В данном случае мы видим с вами здание Смольного собора, это собор Смольного монастыря, создание которого относится к 40-60-м годам XVIII столетия. Мы видим, что композиция отличается необычайной пластичностью, совершенством пропорций, создается ощущение устремленности ввысь. Также композиционное решение подчеркивается красотой декоративной окраски фасада и декоративными элементами в виде лепнины и так далее. Вторая половина XVIII века с точки зрения эволюции архитектуры представлена памятниками классицизма. Здесь большое значение имели европейские влияния, и, конечно, большое значение в данном случае принадлежало императрице Екатерине II, которая в своей политике, в своей государственной деятельности проповедовала вот эти новые идеи гражданственности, необходимости образования и воспитания человека нового типа, то, что было характерно для идеологии указанного периода. Образцами архитектуры эпохи классицизма в Петербурге является, например, мраморный дворец, авторство Ринальди, сооружение, которое было построено в 60-80-е годы. Следующий памятник, который относится к классицизму XVIII столетия, это Таврический дворец, сооружение, которое было построено архитектором Старовым. Мы обращаем внимание на сдержанное использование средств выразительности, на чёткость, соразмерность компонентов и также на реминесценции из античной культуры. Мы видим элементы ордерной системы, которая позволяет причислять это сооружение к выдающимся образцам русского классицизма указанного периода. Таким же образцом лаконичного, в чём-то сурового сооружения является здание Академии наук, которое было построено в Акваренге в 80-е, 90-е годы XVIII столетия, также в Петербурге. Продолжается традиция и загородного строительства. В данном случае перед вами Александровский дворец. Это памятник, который располагается в царском селе. И ещё один памятник, который также относится к образцам загородных садово-парковых ансамблей, это Большой дворец авторства Чарльза Камерона, который располагается в Павловске. Сооружение относится к 80-м годам XVIII столетия. После вступления Павла I на престол Павловск становится загородной императорской резиденцией. Образец дворцового комплекса, который перед вами является доминантой, архитектурной, пространственной доминантой в парке. Расположен он на высоком берегу реки Славянки, поэтому он хорошо просматривается с разных частей парка. И ещё один образец архитектуры второй половины XVIII века — это Камеронова галерея, сооружение, которое расположено в царском селе. И также это образец классицизма. Мы с вами видим и элементы античной ордерной системы, мы видим фору мастера на те принципы, которые были актуальны для данного стиля. Говоря о развитии искусства изобразительного, мы с вами можем наблюдать аналогичные тенденции, когда постепенно от произведений первой, третьей XVIII столетия прослеживается их эволюция в сторону классицистической традиции уже второй половины и конца XVIII века. В первой и третьей XVIII столетия работало много выдающихся мастеров, которые принадлежали к отечественной художественной школе. Однако ведущее положение здесь занимали братья Никитины и художник Андрей Матвеев. Отметим, что в учебной литературе часто встречается мнение о том, что в XVIII столетии ведущим жанром живописи являлся жанр портрета. В общем и целом это верное утверждение, тем не менее и предпосылки для других жанров тоже были сформированы именно в XVIII столетии. Также отметим, что большая роль в развитии изобразительного искусства и архитектуры принадлежала и Академии художества. Это учебное заведение, которое также было сформировано во второй половине XVIII столетия и на долгие годы определило общий ход развития профессионального художественного образования, и, естественно, определило непосредственно развитие официального искусства. Перед вами два портрета, которые принадлежат кисти Ивана Никитина. Это портрет цесаревны Анны Петровны и портрет царевны Натальи Алексеевны, которая была сестрой императора Петра. Оба произведения хранятся в Государственной Третьяковской галерее в Москве и относятся к 1710 годам. Мы с вами видим, что художник не делает разницы между изображением ребенка, девочке на этот момент 6-7 лет, и взрослой женщины. Они обе одеты по современной моде, у них характерные прически, одинаково такой нейтральный фон, который позволяет художнику как бы вынести фигуру на передний план, придать ей большую объемность, большую рельефность и таким образом усилить степень воздействия на зрителя. Шедевром Никитина является портрет императора Петра. Здесь будущий император изображен не как официальный государственный деятель, то есть мы видим, что нет атрибутов, наоборот, акцент делается на личность человека, который представлен перед вами. Ни одна внешняя примета не говорит о том, что изображен именно царь. Однако даже при первом взгляде на полотно мы сразу понимаем, что перед нами человек незаурядный, гордый, сильный, волевой, жизнь которого насыщена разнообразными событиями, в том числе и драматическими, даже трагическими, что, конечно, в полной мере отражает характеристику Петра I. Парадные портреты тоже получают распространение в I, III XVIII столетия. В данном случае в качестве примера можно рассмотреть портрет канцлера Головкина, работа, которая была создана в 1720-е годы. Второй художник, которого я назвала, это Андрей Матвеев. Отметим, что то произведение, которое представлено перед вами, это автопортрет с женой, это единственный семейный портрет в русской живописи, который сохранился от первой половины XVIII столетия. Также интересно и следующее изображение, это аллегорическая композиция, аллегория живописи, которая была создана мастером в 1725 году. И, конечно, стоит отметить, что для средневекового мышления, для традиций, о которых мы говорили на прошлом занятии, такие формы, такая трактовка пространства, такие средства выразительности, они были очень новаторскими, очень необычными. И, конечно, не всегда те преобразования, которые были реализованы в начале XVIII века в России и в сфере культуры в том числе, эти преобразования не всегда находили широкую поддержку населения. Далее, в середине XVIII столетия развитие изобразительного искусства, в частности живописи, продолжается, и мы говорим о появлении новых мастеров, которые уже воспринимали традиции предшествующего периода. Здесь необходимо особенно отметить также трёх живописцев, это антропов, аргунов и вишняков. Можно посмотреть на произведения, которые принадлежат этим авторам, это также будут преимущественно портреты. В данном случае особого внимания заслуживает портрет статс дамы Измайловой, где мастер соблюдает верность натуре, то есть он детально передаёт особенности лица модели, при этом также большое внимание он уделяет тщательной проработке аксессуаров. Это вензель, это булавка, которая наскалывает шейный платок и другие детали. Такими же качествами отличаются и два портрета, портрет императора Петра III и портрет Петра I, которые представлены перед вами на слайде, работы которой относятся к 60-70-м годам XVIII столетия. Также стоит сказать, что в XVIII веке в русской культуре появляется особое явление, которое получило наименование «Россики». «Россика» — это творчество зарубежных мастеров на русской почве». Вот перед вами работы Пьетро Антонио Ротари и немецкого художника Георга Кристофора Грота, которые изображают представителей высшего сословия или в данном случае это портрет императрицы Елизаветы Петровны. Это особая страница русской художественной культуры, поэтому следовало обязательно её упомянуть. Если говорить о развитии скульптуры, то также XVIII столетие даёт нам достаточно большой материал для изучения. Отметим, что произведения, которые представлены перед нами, это бюст Петра I и бюст светлейшего князя Александра Даниловича Меньшика принадлежат скульптору Растрелли. Растрелли — это один из выдающихся мастеров, который также работает в России в XVIII веке, и его же авторство — статуя Анны Иоанновны с Арабченком, произведения 40-х годов XVIII столетия. Кроме скульптуры такого рода появляются и монументальные памятники, например, памятник Петру I, который сейчас расположен у Михайловского инженерного замка в Санкт-Петербурге. Произведение было создано в 40-е годы XVIII века, и в 1800 году оно было дополнено постаментом и установлено перед дворцом по повелению императора Павла I. Таким образом, Павел I демонстрировал свою преемственность с эпохой своего великого предка. Для традиции класситостического искусства характерны особые формы. Мы видим о том, как меняется художественная манера, мы видим о том, что меняется содержание работ. Художники больше внимания уделяют идеям, которые были популярны именно в контексте эпохи просвещения. Вот, например, портрет Демидова, работа, которая принадлежит художнику Левицкому и была написана в 1970-е годы. Мы видим о том, что обилие атрибутов окружает этот портрет. Мы видим о том, что мастер включает элементы античной архитектуры. Таким образом, это произведение является одним из наиболее известных класситостических портретов. А также, как и портрет Екатерины II в виде законодательницы в храме богини правосудия, работа которой была написана в 1780-е годы. Изображение в контексте класситостической традиции исполнено царственной торжественности. Екатерина II изображена с орденом Святого Владимира. Сочетание цветов, ярко-алый цвет занавеса и светлое платье императрицы создают эффектную выразительность этого произведения. В целом, класситостические работы отмечены именно такими качествами – это торжественность, гражданский пафос и опора на традиции античной культуры, которая могла быть выражена в использовании каких-то элементов архитектуры или символов. Например, Екатерина II могла быть изображена в виде Минерва. Об этом тоже мы скажем. Как я уже отмечала, появляются предпосылки и формируются новые жанры, которые ранее не встречались в отечественной традиции. Речь идет, в первую очередь, об исторической картине. Перед вами произведение художника Лосенко. Появляются предпосылки для развития пейзажа как самостоятельного жанра работы Щедрина и других мастеров. Также были заложены предпосылки и для формирования натюрморта. Тоже перед вами работа Богомолова, которая отвечает именно этому жанру. Скульптура конца XVIII столетия также проникнута гражданским пафосом и идеалами классицизма. Например, памятник Суворову, произведение, которое принадлежит Козловскому, или уже упомянутая мной статуя Екатерины II законодательницы, которая была выполнена Федотом Ивановичем Шубиным. Как раз здесь Екатерина II представлена в виде Минерва. Это такая скульптура-аллегория, которая предназначалась для Таврического дворца. Завершить анализ изобразительного искусства XVIII века, этот краткий обзор, мы бы хотели произведением, которое вошло в историю культуры не только как памятник скульптуры, но и стало символом в контексте творчества Александра Сергеевича Пушкина. Это памятник Петру I на Сенатской площади, который имеет наименование Медного всадника. Петр I поднял Россию на ДБ, что символически отражено в этом произведении, и эти изменения были настолько колоссальны, что культура XVIII века представляется нам одним из самых интересных явлений для изучения. Благодарю вас за внимание.